Привет, это Сайван, я Влад и Пушка в старом добром формате. Рубрика про новые научные загадки, открытия, изобретения и идей, которые заставляют задуматься, вдохновляют или просто поднимают настроение. В ролике много тем, между ними можно переключаться по тайм-кодам, а выбрать есть из чего. Колеблется словно на ветру. Новые подробности об одном из самых загадочных и больших объектов нашей галактики. Неизвестный прежде вид магнетизма. Все это время мы его не замечали. Наши кости, кожа, связки формируются не так, как мы думали, не пора ли переписывать учебники? Наша вселенная каннибал, она расширяется, потому что пожирает молодые вселенные. Новая, безумная и очень серьезная теория. Олени превращаются в зомби сотнями, новая эпидемия угрожает людям и с ней пока не знают, что делать. И в конце загадки, их решают 12-летние дети, справитесь ли вы? В ролике еще много всего, чего не упомянул, не менее интересного и неожиданного. Все ссылки, как всегда, под видео. А начнем с новых открытий. В кино и сериалах такое называют «клиффхенгер». Это когда последнее событие не объясняет все, а оставляет только больше вопросов. Что же будет дальше? То же самое произошло с одной из самых загадочных структур нашей галактики – Млечного пути. Это нечто открыли несколько лет назад и очень удивились, что не замечали раньше, хотя оно по космическим меркам очень близко к нам. Настолько, что Солнце со своими планетами всего 13 миллионов лет назад пересекались, буквально проходили через эту структуру. И пройдут снова через столько же лет. К тому же она просто гигантская, даже по космическим масштабам, растянулась на 9000 световых лет. А назвали эту структуру «Волна Редклиффа». По сути, это цепочка из облаков газа и пыли, в которых продолжают зарождаться новые звезды. Она не просто изгибается, как волна, но еще и будто бы угасает от начала к концу. Поначалу казалось, что это последствия какого-то грандиозного столкновения. Были гипотезы даже, что с каким-то скоплением темной материи, такой неуловимый кандидат, нужно был потому, что ничего, что могло бы оставить подобное после себя, мы сейчас не видим. Но вот выходит новое исследование, результаты еще более точных измерений за последние годы. И мы теперь понимаем, что ничего-то не изменилось. Волна движется и не просто там смещается, растягивается. Она буквально колеблется, как лента на ветру. Лента длиной почти в одну десятую галактики. Так что главный вопрос, как говорят исследователи, а что это за ветер такой? Какое событие или какой процесс? Это явно не гравитационная волна, которая как рябь самого пространства-времени. Это что-то другое. Бывает ли такое в других местах галактики или только там, где мы нашли? А в других галактиках случается иногда или постоянно? Словом, как мы любим. Открытие, которое оставило больше вопросов и продолжение которого теперь ждешь с нетерпением. То ли дело открытие нового вида магнетизма. Его предсказали теоретически пять лет назад. И вот сейчас, экспериментально, удалось подтвердить, что он существует. И главное, не во время каких-то редчайших физических процессов, в уникальных условиях где-то внутри звезд или в особых материалах, а в самых привычных нам веществах и обстоятельствах, которые встречаются у каждого дома. А это означает, что мы получили крайне практичные достижения. С ним открываются новые возможности в сверхпроводниках, спинтронике, например, в создании нового поколения памяти с магнитными носителями. Самое удивительное, что и здесь все давно у нас было под носом. Мы просто не замечали. Когда вы вешаете на холодильник сувенир из отпуска, то спасибо, можно сказать, феромагнетизму. Его люди знают уже минимум несколько тысяч лет. И здесь речь идет не о процессе или явлении, а о семействе материалов с магнитными свойствами. Железо, никель, кобальт и так далее. Почти век назад физики открыли другое семейство – антиферомагнетики. И вот теперь открыты третье – альтермагнетики. Наверняка вы слышали или даже хорошо знаете про диамагнетики, парамагнетики и прочие магнетики. Но это совсем другое. Там речь про то, как материалы реагируют на внешнее магнитное поле. Его сначала что-то генерируют, а материал отвечает. Сейчас же речь про то, как в самих материалах нечто происходит из-за его внутреннего строения, из-за чего мы и видим разные формы магнетизма. Это связано с тем, что атомы сами по себе – эдакие магниты. Но почему тогда все не липнет ко всему? Проблема, как всегда, договориться и действовать сообща у атомов. Так вот, в сувенирах на холодильнике магнитный момент атомов упорядочен, как встроенные ряды на параде. Все смотрят в общую сторону. Это феромагнетизм. Но что, если одни будут направлены на других? Тогда они будут мешать друг другу, и это уже антиферомагнетики, поэтому они не создают ощутимого притяжения. А что, если магнитные моменты атомов будут мешать друг другу, но смогут меж тем и менять направление, организуясь в некотором порядке, как песчинки в калейдоскопе. Примерно так себя и ведут открытые физиками альтермагнетики. То есть глянешь и не подумаешь, что в них может быть магнетизм. Но стоит поменять, допустим, температуру или поместить в электрическое поле, как все заработает, что и делает эти штуки особенно полезными. Их могут попробовать и в квантовых компьютерах, и в качестве кубитов, и как магнитные датчики для научных и медицинских исследований. И, может, в спинтронике, направлении в электронике, где используется не только заряд, но и спиновое состояние электронов. Словом, возможностей открывается много, и мы еще не раз услышим про новые устройства, где уже используется альтермагнетизм. А теперь глава про более близкие к воплощению новые полезные достижения. Электрокаром нашли спасение от морозов. И это не обогреватель, чтобы не мерзли батареи. Команда исследователей придумала, каким должен быть самый уязвимый для холода элемент батареи – электролит. В него погружены электроды, через него туда-сюда бегают заряженные частицы. Чем ниже минус, тем гуще электролит, и химическая реакция проходит уже не так эффективно. В итоге досрочные разрядки и другие проблемы. Авторы новой работы получили фтор-ацетонитрил и проверили его в компьютерных симуляциях, и главное, в опытах – в качестве электролита. С ним проводимость при минус 70 была в 10 тысяч раз выше, чем у обычных акумов. И другие показатели были огонь, но мало получить многообещающие результаты. Надо еще довести их до массового производства. И тут пока главная проблема – цена. Она пока в 800 раз выше, чем у традиционных электролитов. Поэтому теперь авторы стараются найти все способы оптимизировать получение фтор-ацетонитрила. Вслед за мини-мозгами, мини-сердцем, легкими, желудком и даже кишечником ученые сумели вырастить в лаборатории мужские яички. А если точнее – органоиды, то есть подобие из стволовых клеток. Многие структуры там действительно повторяются, как в настоящих, но все же не все, чтобы это были те самые тестикулы хоть в бой. Проблема не смешная. До сих пор у исследователей в лабораториях не было такой модели, чтобы изучать не на несчастных пациентах и иметь из-за этого кучу проблем и ограничений, а в лаборатории буквально под микроскопом. Что вызывает мужское бесплодие, о котором наука все еще знает очень и очень мало, а потом справляется с проблемой пока так себе? Встречается же она намного чаще, чем хотят признавать многие мужчины. А есть множество отклонений и заболеваний, связанных с яичками, которые исследователи смогут изучать намного продуктивнее теперь. Так что органоиды, которые во многом развязывают руки, очень кстати. А сейчас минутка для ностальгии. Помните вот эти DVD-диски? Технологии середины 90-х. Один диск, один фильм. Так вот, она уже почти ушла в историю, как тут намечается чемпионский камбэк. Исследователи с помощью сложных лазеров и особой пленки в диске научились записывать данные в сотню слоев. В итоге на один диск теперь помещается данных, как на 10 тысяч DVD старого поколения, то есть около миллиона гигабайт или один петабайт. Пока это сделать можно только в лаборатории и на огромных и сложных установках, но задача теперь стоит не поставить фильмы в каждый дом на новых дисках, для этого есть интернет, а сделать надежный и долгосрочный носитель для больших хранилищ данных. Об этом немного в следующей главе с рекламой в конце. Когда приходят новости от огромных и передовых научных проектов вроде Большого Адронного Коллайдера или какого-то нового гигантского комплекса радиотелескопов, меньше всего ожидаешь, что бесценные данные там хранятся на магнитных лентах. Правда, вот в таких картриджах. Это совсем не те бобины, как лет 30-40 назад, когда технология, казалось бы, должна была благополучно помереть. Все дело в невероятно огромных объемах научных данных. Будь то сканирование неба на терабайты за ночь, или результаты столкновения элементарных частиц терабайта за столкновение, объемы растут по экспоненте, то есть чем дальше, тем быстрее. В ЦЕРНе даже сделали презентацию, чтобы показать, насколько это серьезная проблема. Такая же современная пленка может хранить около 20 терабайт данных. Больше, чем тех же габаритов жесткий диск, да к тому же и дешевле. Но на запуск такого картриджа уходит до нескольких минут, а на поиск нужного места до 30 секунд. Поэтому многие техногиганты или просто компания со своими дата-центрами делают бэкапы, копии для восстановления на пленку. А то, что надо здесь и сейчас, на жестких дисках. Так и живем, выбирая между худшими вариантами. Хотя уже есть носитель, который мог бы вместить данные всего интернета. Это примерно 120 экзобайт. И в штуке, в носителе, размером с кубик сахара. Это теоретический предел для молекулы ДНК. Но даже если мы добьемся хотя бы одной десятой этой плотности, то получим уже революцию, как флешки в сравнении с печатными книгами. Да и срок хранения у ДНК не 10 лет в идеальных условиях, как у пленок, а миллион другой лет. Но пока главная проблема – это как оперировать с таким носителем. ДНК должна храниться в сухом виде в прохладном месте, то есть, по сути, в максимальном покое. Еще недавно в одном из роликов я рассказывал о первом ДНК-диске. Правда, выглядел он больше как самогонный аппарат, а на деле умел записывать, хранить и считывать обратно данные из ДНК. За пару лет технологию удалось упаковать в такие карточки стоимостью примерно 1000 долларов. Правда, там поместится только 1 килобайт – это максимум начало этой главы, и только субтитры без видео и звука. Зато лет на 150 хватит. Это в десятки раз дольше, чем срок службы жестких дисков. Вот только запись данных через специальную лабораторию. То есть, это не полноценный носитель. Никакого нет картридера. Так что технологию сейчас штурмуют и с других сторон, с иными подходами и все активнее. Слишком много она даст, чтобы опускать руки. Ну вот, всем нужны бонусные гигабайты. Но их можно получить на более привычных носителях, например, для мобильного интернета. Достаточно активировать мегасилу от мегафона и получить настройки тарифа, которые дают разные бонусы. От бесплатного трафика до дополнительных сервисов. Например, с мегасилой бонусные гигабайты можно получать до 20 гигабайт каждый месяц. Подключайте мегатариф, выбирайте и активируйте мегасилу бонусные гигабайты. Когда выберете ее, то первые три месяца будете получать 10 гигабайт бесплатно, а с четвертого все 20. Ищите подробности по ссылке в описании и наслаждайтесь бонусами. А это глава про недавние неожиданности в мире науки и технологий. Японский аппарат на Луне воскрес. С ним уже успели проститься после неудачной посадки и начала местной ночи, когда в холоде и темноте он должен был навсегда уснуть. Ведь мрак в районе прелунения длится две недели. А солнечная панель оказалась направлена не туда. Ну, потому что аппарат от удара перевернулся. И вот на днях команда Земли отправила на удачу. Ну, буквально последний шанс. Сигнал. И Крепыш ответил. Даже фотку прислал. Теперь его готовят все же выполнить хоть какую-то часть научной программы. Зря, что ли, натерпелся. Другой сюрприз прилетел с окраин нашей звездной системы. Показавший нам Плутон и его соседа аппарат «Новые горизонты» сейчас бороздит пояс Койпера. Как считается, там осталось то, что не пошло в ход во время формирования наших планет. Там много карликовых планет, оттуда прилетает немало астероидов. И еще там очень пыльно. Зонд постоянно измеряет, сколько мелких частиц встречается ему на пути. И сейчас аппарат уже так далеко, что пояс должен был бы сходить на нет. Но присланные данные показывают, что он намного больше, этот пояс Койпера, чем мы полагали. И теперь интересно, насколько. И кто знает, что еще нас там поджидает. Пока мы исходим из того, что там очень много скалистых и ледяных объектов. Но большинство мы пока не можем разглядеть или как-то зафиксировать приборами. Ну а больше всего из новых исследований удивила работа про наши кости, кожу, связки. Одним словом, соединительные ткани. Авторы говорят, что то, что в основном формирует наши тела как нечто внятное, почти архитектурно выверенное, это не столько ДНК, сколько другие механизмы. Мы не очень понимаем, как крошечные клетки, работающие вместе с молекулами гораздо меньшего размера, чем они сами, способны интегрироваться и создавать эти прекрасные механически эффективные узоры, которые со временем становятся нами. Теория давно гласит, что клетки в основном сами выстраивают или как бы печатают ткани по шаблону или алгоритму. Большинство соединительных тканей формируется белком под названием коллаген. Считается, что он сначала производится клетками, а потом размещается где надо, как кирпичики, по чертежам, то есть как генетика предписывает. Большинство принятых на сегодня моделей примерно так и описывает процесс. Клетки собираются вместе и строят. Авторы новой работы подошли с инженерной точки зрения и предложили другую модель. Что если ткани выстраиваются в четкие структуры, потому что клетки отталкиваются? Ученые исследовали корнеальную ткань в роговице глаза. Кстати, не настоящего, а тоже выращенного в лаборатории из стволовых клеток органоида. Так вот, биологи следили, как ткань образуется. И не через отдельные снимки, а с помощью новейшего оборудования в режиме реального времени. И заметили, что структура в неклеточный матрикс появляется там, где получаются линии натяжения. Вдоль них и накапливается коллаген. То есть структура, предположили они, это не результат действий по программе. Вот здесь должно быть это, а там то. О следствии или даже последствии биомеханических процессов. Авторы работы насчитали пять различных типов натяжений, и каждая приводила к своим особенностям в появлявшейся структуре. Это открывает огромные возможности. От создания тканей за счет разумного приложения нагрузки к мономерам для создания структур, до лечения фиброза, когда процесс формирования тканей пошел не туда. Разумеется, речь не идет о том, что ДНК во всех этих процессах не участвует. Конечно, участвует. Но если раньше она считалась проектировщиком, прорабом, который указывал кто, куда, что, то в новой модели она скорее идейный вдохновитель, который задает рамку, а рабочий на месте в ее пределах, в пределах этой рамки импровизирует. Но эту модель еще предстоит проверить, что, конечно, очень скоро по академическим меркам сделают другие команды исследователей. Так что сейчас учебники переписывать рано. Тем более в таких фундаментальных моментах. Но могла бы наука продвигаться дальше без смелых идей? Вряд ли, поэтому иногда в пушке у нас будет глава с новыми безумными научными теориями. Последние недели были богаты ими. Про это дальше. Как мы хорошо уже знаем, наша Вселенная расширяется. И происходит это, самое важное, с ускорением. Тут астрофизики между собой не спорят. Расходятся же они в объяснениях, почему. Ни одно не дает полного ответа. Во всех есть какие-то нестыковки с тем, что мы наблюдаем в реальности. Одна из ведущих на сегодня теории так и называется – стандартная космологическая модель. Она предполагает, что есть некая загадочная темная энергия, которая заставляет Вселенную расширяться. Но главная проблема в том, что мы до сих пор за десятки лет наблюдений и активных поисков пока не нашли других проявлений этого, по сути, теоретического костыля вселенских масштабов. И вот сейчас выходит работа в серьезном и уважаемом научном журнале, рецензируемом по космологии и астрофизике, где авторы задаются вопросом – а можно ли ускоренное расширение Вселенной объяснить слиянием с другими Вселенными? И знаете что? Это, по расчетам авторов, даже лучше темной энергии вписывается в данные наших измерений. В центре работы, конечно, не абстрактное размышление, а математическая модель. А в математике, как вы знаете, возможно все. Вот они и взяли, да посчитали, степень ускорения Вселенной, если бы ее размеры увеличились за счет слияний. Получились более близкие к реальности результаты, чем в стандартной космологической модели. Но этого мало, конечно. Есть же еще проблема космологической инфляции. Через миллисекунды после условного большого взрыва произошло сверхбыстрое по экспоненте расширение Вселенной. Это предопределило то, какой мы ее видим сейчас. Она весьма однородна, куда ни посмотри, в больших масштабах. И это не получается объяснить без такого рывка за доли секунды. Так вот, в рамках теории инфляции считается, что это сверхускорение тогда произошло из-за некого инфлатонного поля. Чисто гипотетического. В новой же работе авторы отвечают и на эту проблему. Они говорят, в первые мгновения после большого взрыва нашу Вселенную поглотила более крупная Вселенная. Отсюда такой стремительный первый разлет. И тоже показывает, как это укладывается в математической модели. Сейчас мы не можем описать, как именно происходят такие поглощения. Трудно сказать, могут ли они ответить на вопросы, на которые должна ответить теория инфляции. Но интересно, что в нашей модели просто нет необходимости в инфлатонном поле. То есть получается, что поглощает тот, кто крупнее. И если сначала нас ели, то теперь мы выбираем в себя Вселенные поменьше и, видимо, помладше. Конечно, это исключительно теоретическая конструкция. Но она за счет своего математического аппарата дает возможность проверить гипотезы наблюдениями. Сейчас и так проводится множество исследований реликтового излучения. Остатков первого света Вселенной, когда она только-только начинала становиться прозрачной. Реликтовое излучение помогло нам узнать, что Вселенная расширяется с ускорением. Мы видим, что это продолжает происходить и не совсем так, как предсказывает стандартная космологическая теория. Поэтому сейчас такие большие надежды на новые данные наблюдений с телескопов Евклид и Джеймс Уэбб. Они помогут уточнить предсказания, и тогда стандартная модель получит второе дыхание. Или же подпитают другие теории, вроде этой, про пожирание параллельных Вселенных. Будем следить. Ну и перед загадками забытая мини-рубрика «Бестиарий» про чудеса и загадки природы. Мы как-то привыкли, что грибы часто паразиты, и не удивляемся уже кадрам муравья, которого подчиняет себя кордицепс, проросшую в нехитрую нервную систему насекомого. Так муравей в прямом смысле становится зомби, делает то, чего не стал бы, и становится живым мертвецом, пока по-настоящему не погибнет в выгодном для распространения гриба месте. Поэтому ученых удивило случайно сделанное в горах Индии весьма травоядное открытие. Натуралист заметил вот такую лягушку со странным наростом на боку. Присмотрелся, и вопросов стало только больше. Земноводная вполне здоровая, а из бока у нее торчит не какой-то паразит, а обычная меценоколпаковидная. Совсем никакой не паразит, живет на разложившейся древесине, листве, встречается ну просто вот везде. А тут бок лягушки, и без вреда для нее. Лягушку с собой не взяли, только сделали снимки, которые отправили в научный журнал. Поэтому странную парочку так и не удастся исследовать. Но такое сочетание заметили впервые. А вот не впервые, и это тревожит некоторых исследователей, уже сотни случаев заболевания североамериканских оленей тем, что называется хроническое истощение. Это не про выгорание от переработок, а куда сложнее и опаснее. Это передается от животного к животному и гипотетически может к человеку, хотя подтвержденных случаев пока нет. Нарушается работа мозга и в целом нервной системы, поэтому симптомы очень разные. Вялость, отсутствующий взгляд. Животное может часами смотреть в одну точку неподвижно, и так пока не умрет от истощения. Виноваты не бактерии или вирусы, по крайней мере, насколько известно сейчас, а прионы, неправильно свернувшиеся наши собственные белки в мозге. И ладно бы они вредили только себе, так они начинают уродовать другие белки. В итоге это получается инфекция, она распространяется внутри тела, и ее можно подхватить. Достаточно, чтобы такой белок попал в организм снаружи. И проблема в том, что в отличие от бактерий и вирусов, прионы намного более устойчивы к химикатам и даже излучениям. Они очень хорошо сохраняются в окружающей среде. Другие прионные заболевания, например, коровье бешенство, показывают, что они все же могут преодолевать межвидовой барьер, то есть передаться от скота людям, например. Прионы хронического истощения уже проверили в лаборатории, и они могут развиваться в человеческой крови. Но как они поведут себя в человеческом теле со всей его защитой, мы пока не знаем. Тревогу поднимать рано, но это еще одно напоминание, что природа-мать может таить совсем рядом много неожиданного, не только красивого, но и опасного, чего у нас пока нет надежной защиты. Ну и чтобы развеяться, закатка. Вдруг будет слишком легко, так что сразу три штуки, а не крошечные. Их задают, конечно, не просто детям в районе 11 лет, а талантливым в школах для одаренных детей. Так что вы тем более справитесь. Правда? Сначала умножение перевертыш. Какое четырехзначное число при умножении на 4 изменяет себя на противоположное? Например, какие цифры А, Б, С и Д будут такими, что число А, Б, С, Д, умноженное на 4, примет вид Д, С, Б, А. Теперь по-настоящему секретный Санта. Группа из девяти секретных агентов 001, 002, 003 и так далее до 009 организовала тайного Санту. Инструкции зашифрованы, чтобы сохранить дарителей в тайне. Вот они. Агент 001 дарит подарок агенту, который дарит подарок агенту 002. Агент 002 дарит подарок агенту, который дарит подарок агенту 003. Агент 003 дарит подарок агенту, который дарит подарок агенту 004 и так далее, пока агент 009 дарит подарок агенту, который дарит подарок агенту 001. Вопрос. От кого агент 007 получит свой подарок? И последнее. Трапеция или ловушка? Перед вами трапеция с двумя параллельными горизонтальными сторонами. Где бы вы провели вертикальную линию, чтобы разделить фигуру на две части равной площади? Приятно поломать голову. На этом у меня все. Друзья, спасибо вам за поддержку канала на Патреоне, Бусти и здесь на Ютубе. Это очень важно для нас. Спасибо особенно. Павел Новиков, Петр Кандауров, Андрей Полевой, Айдебагер, Павел Дунаев, Антон Пальгунов, Павел Борский, Олег Жинь, Владимир Емщуков, Хапчинск, Конор Левич, Павел Валентов, 137 числов вселенной, Алексей Шевелев, Серега, Павел Петриковский, Александр Ахо, Станислав Чернин, Роман Бородуля, Василиса Версус, Дмитрий Шаховцов, Виталий Ребенко, Ленар Хуснулин, Фимбо Музыкальный инструмент, Азазель, Екатерина Храпова, Марат, Флипикс, Марат Снова, Валерий Калмыков, Роман, Валерий, Александра Корысткина, Три и Илья Флакс. Спасибо и тем, кто поддерживает лайком и комментарием. Это тоже очень важно. С вами был Влад, мирного нам неба и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok